Конструктивный разговор за круглым столом то и дело перерастал в споры. Пока по всей России обманутые дольщики митинговали, в Сочи пострадавшие покупатели недвижимости решили договариваться. Правда, задать вопросы главным виновникам, застройщикам, не удалось. В основном все они уже отбывают срок за мошенничество. Городская администрация, что называется, взяла объекты на поруки. Один из инструментов администрации города Сочи – это мименизация технических условий, которые будут получать инвесторы по достройке этих объектов. Это поиск инвесторов, как таковых, оказание помощи застройщикам. Муниципалитет вообще не имеет никаких законных оснований работать с такого рода вопросами. Это забота краевых властей. Тем не менее, сочинцев, оставшихся и без денег, и без жилья, чиновники игнорировать не будут. Среди приглашенных участников – эксперты в данном вопросе. По их словам, количество обманутых дольщиков не сократится до тех пор, пока не будет налажена новая схема контроля. Я борюсь с коррупцией давно и сталкивался с Краснодарским краем лично. Не буду вдаваться в подробности. Не верю я, что застройщик начинает строить дом, и об этом никто не видит, никто не знает. Еще по нашей статистике, почему-то до момента продажи квартир, пока не появляются там собственники, никто к этому дому не подходит. Как только появляются третьи лица, начинаются сразу сложности. Для тех, кто уже оказался в такой ситуации, в принципе, не важны причины. Сейчас важно, как можно скорее решить проблему, чтобы люди смогли жить в квартирах, которые еще нужно достроить. Многие объекты под арестом администрации. За круглым столом несостоявшиеся новоселы и чиновники договорились о совместных планах. Мы пришли на этот совет, чтобы вы нас услышали и чтобы вы нам помогли. Чем вы можете нам помочь? Советом, так скажем так. Я вот не говорю, что по деньгам мы все пролетели. Я потрачу на эту квартиру, если вы разрешите нам ее достроить, в два раза больше средств, чем я на нее должен был дать. Сегодня в Сочи более двух тысяч пострадавших участников долевого строительства. В список не включены те, кто вложил деньги, например, в кооперативы и тоже столкнулся с обманом. При этом на курорте отмечается положительная динамика. За последний год количество проблемных объектов сократилось в полтора раза. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.